Насколько сильно будет отличаться грядущий матч против Интера от вашего воскресного матча против Бёрнли? И насколько большое влияние может оказать отмена правила выездного гола? Разница между Интером и Бёрнли очень большая. Очевидно, что во многих аспектах разница крайне велика. Но в некоторых моментах разница не столь велика, потому что это футбольный матч. И если мы будем доминировать, то я ожидаю, что Интер будет компактно играть в защите. Я уверен, что они не будут выстраивать защиту так же, как и Бёрнли. В этом матче точно будут отличаться. И кроме этого, могу сказать, что Интер — это топовая команда. В этой команде тренер топ-класса, игроки топ-класса. Я сильно уважаю этот клуб. Похоже, что в этом сезоне это сильнейшая команда в Италии, исходя из текущего турнирного положения. И это не единственное их достижение. Они крайне креативны. У них хорошо организованная команда. Все свои действия они выполняют на максимум. Да и вообще мы играем в Лиге Чемпионов. Сомнений в классе соперника быть не должно. Но мы должны выдать первоклассное выступление против очень сильной команды. Нам выдалась такая возможность. Мы должны ее использовать. А что насчет отмены правила выездного гола? Как это может повлиять? Мы сможем ответить на этот вопрос после второго матча. Я не могу вспомнить ни одного поединка, перед которым мы задумывались о правиле выездного гола. Мы едем в Милан, чтобы победить. Нам нужно добиться положительного результата. К тому же нужно понимать, что первый матч ничего не решает. Я не знаю, как все сложится. Посмотрим. Для начала мы должны сыграть матч. Вообще мне нравилось это правило. Оно нравилось мне как болельщику. Всю свою жизнь я смотрел Лигу Чемпионов с этим правилом. Я не знаю, почему его упразднили. Но если они сделали это, то значит нужно. Лично для меня это не столь большое изменение. Это явно не окажет влияния на наше выступление. Мы не держим в голове мысль о том, что выездной матч может принести дополнительное преимущество. Мы хотим показать нашу лучшую игру. И победить в матче. Но это сложная задача. Садио Мане и Мохаммед Салах сыграли в старте в вашем прошлом поединке против Бёрнли. Всего лишь через неделю после финала Кубка Африканских Наций. Вас удивило, насколько быстро они вернулись. Смотрите, дело тут совсем не в одной неделе. И Садио и Мо вовсе не пьют алкоголь. А как правило, именно это является проблемой восстановления. Если футболист пьет алкоголь во время празднования, это растягивает период восстановления. Садио и Мохаммед были готовы играть в следующем поединке сразу после финала. Хоть на следующий день. К тому же это крепкие парни. И да, действительно, они восстановились очень быстро. В общем-то, это все, что я могу ответить. Мохаммед вернулся практически сразу. Садио через неделю. Так как праздновал победу вместе со сборной. Но опять же, меня не удивило, что они вернулись в строй так быстро. Видео переведено и озвучено специально для канала «Спорт.юэй». Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok